Можно начать? В связи с этим, исполнение обязанности председателя диссертационного совета возлагается на заместителя председателя доктора PHD Ганюкова Александра Анатольевича. Прошу вас, Александр Анатольевич. Добрый день. В соответствии с пунктом 32 типового положения заседание диссертационного совета считается правомощным, если в его работе принимали участие не менее 2-3 его членов. Участие в заседании официальных рецензентов и временных членов диссертационного совета является обязательным. Членам диссертационного совета и официальным рецензентам разрешается принять участие на заседании в форме видеоконференции. Публичная защита диссертации проводится в смешанном режиме и режиме прямой трансляции в сети интернет. При этом обеспечивается визуализация и идентификация участников заседания, непрерывная видео- и аудиотрансляция выступлений участников заседания в сети интернет, видео- и аудиозапись заседания, тайное голосование членов диссертационного совета. В тайном голосовании принимают участие официальные рецензенты, голоса которых равнозначны голосам членов диссертационного совета. Настоящее заседание диссертационного совета проводится в формате видеоконференции в смешанном режиме на платформе Zoom и в аудитории 319 первого корпуса Карагандинского технического университета имени Абалкаса Сагин. Присутствие постоянных временных членов диссертационного совета и официальных рецензентов фиксируется на записи в самой программе Zoom путем индивидуальной записи, а также путем прямой трансляции и сохранения сети интернет. Позвольте представить вам состав постоянных членов диссертационного совета по специальности машиностроения, транспорт, транспортная техника и технологии, утвержденный решением ученого совета Карагандинского технического университета и уполномоченной работы с 22 по 24 годы. Кадыров Адиль Суратович, доктор технических наук, профессор кафедры транспортной техники и логистической системы Карагандинского технического университета имени Абалкаса Сагинов, город Караганда. Присутствие. Ганюков Александр Анатольевич, Ph.D. Исполняющий обязанности доцента кафедры механика Карагандинского технического университета имени Абалкаса Сагинов, город Караганда. Присутствие. Юрченко Василий Викторович, Ph.D. Заведующий кафедрой технического оборудования, машиностроения и стандартизации Карагандинского технического университета имени Абалкаса Сагинов, город Караганда. Присутствие. Ученый-секретарь Курмашева Бакеткуанышина, кандидат технических наук, его профессор в кафедре транспортной техники и логистической системы Карагандинского технического университета имени Абалкаса Сагина, город Караганда, присутствует. В соответствии с требованиями типового положения, постоянный состав дистанционного совета утвердил четырех временных членов дистанционного совета и двух официальных рецидентов на защиту диссертации Сарсимбека Бауржана Каблановича на присуждение степени доктора философии ПХД. Позвольте представить временный состав. Бахыт Габит, ПХД, профессор в кафедре подвижный состав АО Академии логистики и транспорта, город Алматы, присутствует онлайн. Бахыт Габит, здесь. Тим Алина Игоревна, ПХД, ассоциированный профессор, проектор по учебно-учебно-методической работе университета МИРАС, город Шинкен, присутствует онлайн. Алина Игоревна, присутствует. Габдесалы Криза, ПХД, ассоциированный профессор школы машиностроения на Восточно-Казахстанских технических университет имени Серегбаева, город Пустикаминогорск, присутствует онлайн. Овчаров Михаил Степанович, кандидат технических наук, профессор в кафедре транспорта и логистической системы Карагандинского университета имени Букетова, город Караганда, присутствует онлайн. А также два официальных рецензента. Бахыт Габит, ПХД, профессор в кафедре подвижный состав АО Академии логистики и транспорта, город Алматы, присутствует онлайн. Бестимбек Ербол Сирикович, кандидат технических наук, доцент кафедры технологические машины и транспорта, наук Арагандинский индустриальный университет, город Темиртал, присутствует онлайн. На сегодняшнем заседании присутствуют все восемь членов диссертационного совета. Уважаемые члены диссерсовета, процедура прокторика и идентификации личности была проведена, личности все подтверждены, результаты внести в яблочный лист, соответственно, с отметками присутствия. Временно члены диссертационного совета и официальные рецензенты присутствуют в полном составе. Кворум у нас имеется. Кто за то, чтобы открыть заседание диссертационного совета? Попрошу всех голосовать. Кто против? Нету против. Воздержавшихся тоже нет. Единогласно. Уважаемые коллеги, с учетом голосования разрешите заседание диссертационного совета считать открытым. Сегодня, 29 декабря 2022 года, на повестке дня защиты диссертационной работы Сарсенбека Бауржана Каблановича на тему теоретическое экспериментальное исследование работы ультразвукового автомобильного глушителя. Представлено на соискании степени доктора философии PHD по направлению 8D071, инженерии и инженерное дело, образовательной программе по образовательной программе 8D07102, транспорт, транспортная техника и технологии. Работа выполнена на кафедре транспортной техники и логистические системы Карагандинского технического университета имени Абалкаса Сагинова. Научный консультант. Отечественный консультант. Кадыров Адиль Суратович, доктор технических наук, профессор кафедры транспортной техники и логистической системы Карагандинского технического университета имени Абалкаса Сагинова, город Караганда. Зарубежный консультант. Сюнбайв Шенпалат Мансур Алиевич, доктор технических наук, профессор Ташкентского государственного транспортного университета, город Ташкент, Республика Узбекистан. Второй зарубежный консультант. Иллис Алиев Даурид Меркифтиярович, доктор технических наук, профессор Ташкентского государственного транспортного университета, город Ташкент, Узбекистан. Диссертация «Защищается впервые. Язык защиты русский». Есть ли по повестке дня дополнения и замечания членов совета? Нет. Хорошо. Тогда слово предоставляется ученому секретарю диссертационного совета Курмашева и Бахыткова Нышамни для ознакомления члена диссертационного совета с материалами отчетационного дела и анкетными данными соискателями. Добрый день, уважаемые члены и все присутствующие на заседании диссертационного совета. Диссертационным советом принята к защите работа Сарсимбекова Баужана Кублановича на тему теоретическое и экспериментальное исследование работы ультразвукового автомобильного глушителя по направлению 8D071 инженерия и инженерное дело, образовательные программы 8D07102 транспорт, транспортная техника и технологии. И представлены следующие документы. Первое. Заявление от Сарсимбекова Баужана Кублановича с просьбой о защите диссертационной работы, теоретическое и экспериментальное исследование работы ультразвукового автомобильного глушителя в диссертационном совете по специальностям машиностроения, транспорт, транспортная техника и технологии. Второе. Отзыв отечественного консультанта Кадырова Адиль Суратовича, доктора технических наук, профессора кафедры транспортной технико-логистической системы Арагандинского технического университета имени Аблкаса Сагинова. Третье. Отзыв зарубежного научного консультанта Суинбаева Шимплата Мансура Алиевича, доктора технических наук, профессора Ташкентского государственного транспортного университета. Отзыв зарубежного консультанта Илли Салиева Дауренбек Ихтиаровича, доктора технических наук, профессора Ташкентского государственного транспортного университета. Пятое. Положительное заключение расширенного заседания кафедры «Транспортная техника и логистические системы» Карагандинского технического университета имени Аблкаса Сагинова, протокол номер 7 от 16 ноября 2022 года. Шестое. Диссертационная работа в твердом переплете и на электронном носителе. Седьмое. Аннотация на русском, казахском и английском языках. Восьмое. Список публикаций и их копий по материалам диссертаций, насчитывающих 12 научных трудов, в том числе 3 публикации в изданиях, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества сферы науки и высшего образования МНБО РК. Две публикации в изданиях, входящих в информационную базу «Скокус», журнал «Коммуникейшнс» про Центилит 43 и 30. Пять публикаций международных научно-практических конференций. Одно свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права. Публикации с необходимым для защиты процентилем подтверждены справкой Акционерного общества Национальный центр государственной научно-технической экспертизы. Письмо номер 03-04-831 от 15 ноября 2022 года. Девятое. Заключение этической комиссии Карагандинского технического университета имени Аблкаса Сагинова об отсутствии нарушений в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования, объектов живой природы и среды обитания. Десятое. Справка из Акционерного общества Национальный центр государственной научно-технической экспертизы, подтверждающая отсутствие в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования в результате сравнительно-сопоставительного анализа совпадений с фондом диссертации. АО НСГНД не обнаружено. Номер письма 6763-160108 от 19 декабря 2022 года. С 2019 года по 2022 год Сарсимбеков Баужанков-Бланович освоил образовательную программу докторантуры Карагандинского технического университета имени Аблкаса Сагинова по образовательной программе 8D07102 «Транспорт, транспортная техника и технологии». Сведения о докторантах представлены согласно типовому положению. Все документы соответствуют требованиям приказа об утверждении правил присуждения степеней на присвоение степени доктора философии, PHD и они имеются в наличии. Уважаемый член диссертского совета, будут ли вопросы по материалам от диссертантов дела, вопросу к ученому секретарю или диссертанту? Нет. Нет вопросов? Все материалы, необходимые для защиты докторской диссертации, были публикованы на официальном сайте университета в разделе «Объявление защиты» и доступности членам совета. Слово предоставляется диссертанту Сарсимбекову Баужану Каблановичу для изложения существа основных положений диссертационной работы. По регламенту диссертанту предоставляется до 25 минут. Прошу ученого секретаря засечь время. Баужан Кабланович, вы готовы? Всем здравствуйте. Да, да, я готов. Как видно мой экран? Видно. Можете начинать. Вашему вниманию представляется диссертация на тему теоретической и экспериментальной исследований работы утро-звукового автомобильного улучшителя, выполненная по направлению 8D-071, инженерия и инженерное дело, образовательной программе, 8D-071-02, транспортная техника и технологии. Диссертация представляется на соискании степени доктора философии PHD, научных константы, доктора технических наук, профессор Кабланович Владович, зарубежные научные константы Сулебайя Шенуава Матсурович, доктора технических наук, профессор, а также Елисалий Голуберек Китярович, доктор технических наук, профессор. Развитие транспорта и научно-технический прогресс влияют на попаяние природной и окружающей среды на всей планете. Автомобиль, которые гады попадают ниже твоей атмосферы и влияют на отдыхательные духи человека. Каждый автомобиль использует 200 литров китворода для сжигания одного килограмма едино. И в среднем автомобиль сжигает 1,5-2 тонны горячего и 20-30 тонн кислорода при движении 15 тысяч километров в год. На следующем слайде изобретено состояние атмосферного воздуха города Караганды по состоянию на 1 января 2022 года. Существуют для способов очистки от рабочих газов среди них сухой, электрический, каталитический, влажный и меньше исследованный ультразвуковой. То есть нет исследований по ультразвуковому методу. Анализ методов очистки показал, что недостатком сухого метода является большой абразивный износ внутренней части аппарата, плохо уваживается частицы диаметром меньше 5 микронов. При влажном необходимо террористическое ощущение оттенки теплонов. При электрическом, то есть с малоэлектрической проводимостью нефильтруется, необходимо производить чистку осадительных и коронирующих электродов. При каталитическом, то есть как называемый каталитический нейтрализатор, установленный на современных автомобилях, срок службы его всего лишь 120 тысяч километров в год и необходима его замена. Ультразвуковый метод не исследований. То есть вывод, анализ показал возможность использования ультразвукового глушителя, однако необходимо рассмотреть существующие конструкции. Известен эффективный способ очистки газов ультразвуковыми колебаниями. Это способ обладает рядом на достоинств, простота оборудования, и шерезна в сравнении с катализаторами. Его возможно применять для модернизации уже существующих глушителей. Сущность его заключается в воздействии на выхлопной газ ультразвуковых волн от 20 частотой от 28 до 40 килогерц. На данном сваде привезен глушитель, то есть конструкция глушителя. Он необходим для отвода из камеры сгорания двигателя, выхлопных газов и прочих не сгоревших остаток от топливной смеси. Уменьшение шума, выделяемого водоизоля во время работы. Уменьшение количества токсических веществ, находящихся в водоотношении газа автомобиля. То есть представлен сам каталитический нейтрализатор, который установлен в так называемом каталитическом коллекторе. Как коллектор, да, вот здесь он установлен внутри. Выводы, однако, все величисленные конструкции не могут быть применены в предложенном виде конструкции автомобильного глушителя, в том числе при их модернизации. Не существует исследования по работе ультразвукового автомобильного глушителя, в которых ультразвуковой излучатель монтирован в форус. Отсутствие исследований процесса ультразвукового очистки вуховных газов, врушителями внутреннего сгорания и предложений по их конструкциям определяют актуальность исследования. В связи с этим вопросы в области очистки отработавших газа автотранспорта являются актуальными и требуют разработки и исследования системы ультразвуковой очистки. Целью исследования является установление зависимости, описывающих процесс работы ультразвукового автомобиля. Для достижения цели выполнены следующие задачи. Произведен анализ метода очистки вуховных газов двигателей внутри разгорания автомобилей, выполнен сравнительный анализ конструкции автомобильного глушителя, выбран вариант метода очистки вуховных газов автомобилей, расходлена и исследована математическая модель работы глушителя, распространены экспериментальные автомобильные глушители, предложенная конструкция автомобильного глушителя с оптимальными параметрами и максимальная эффективность системы очистки вуховных газов. Научная новизна. Экспериментальным путем подтверждена гипотеза о возможности очистки вуховных газов двигателей с ультразвуком. Заказано, что физически осуществленный процесс очистки заключается в возникновении, кроме ортогенической коагуляции частиц, также гидро-динамической коагуляции, что увеличивает массу сажек. Теоретическим путем установлены зависимости между амплитудно-частотными характеристиками у трудкового излучателя, длиной и диаметром мушителя, плотностью и динамической вязкостью газа. Получено граммическое условие осуждения сажек вушителя автомобиля в зависимости от скоростей движения газа и геометрических параметров инструкции. Описан закон изменения коэффициент коагуляции частиц в зависимости от ее начальной и текущей массовой и времени воздействия в ультразвуком вушителе, подтвержденный экспериментально. Дынность газа и масса осаживания массажа возрастает при увеличении числа оборотов двигателя автомобиля и расстояния проходимого частицы. Научное положение выносимого на защиту, то есть это сущный процесс защитки газа, заключает на возникновение гидро-динамической коагуляции газа в ультразвуком вушителе автомобиля. Закон верности изменения коэффициент коагуляции и массы коагуляции частиц от расстояния осаживания концентрации древних веществ в числе оборотов количества молодых двигателей автомобиля. Ультразвуком воздействия на воротные газы по точке ультразвуком в ультразвуком вушителе позволяет увеличить степень, точнее, уменьшить степень токсичности в уходных газах более чем в 2 раза и увеличить гидро-динамической коагуляции по 2 раза. Зависимость уменьшения токсичности и увеличения массы сажа от расстояния осаживания при различных оборотах ДВС под воздействием ультразвука в экспериментальных полноразвежных вушителях. Зависимость критического отношения скорости движения газа от длины и диаметра вушителях. Автозащаем метод очистки выходных газов во время принятия ультразвуковым авторвежимым вушителям по тематическому модели, которая позволяет рассчитать оптимальные параметры ультразвукового авторвежимого вушителя для получения максимальной эффективности ультразвукового очистки от работающих газа в автомобиле. Результаты экспериментальных исследований, предложенные конструкцию, спросив для очистки от работающих газа в автомобиле, методику расчета и техническое задание на проектирование в облотной конструкции ультразвукового автомобильного вушителя для очистки от работающих газа в виде внутреннего сгорания автомобильного транспорта. Представлены объект и предмет исследования. Практическая значимость заключается в разработке методики расчета ультразвукового автомобильного вушителя для проведения модернизации ультразвукового автомобиля, в частности, разработана методика расчета параметров вушителя и техническое задание на проектирование. Разработаны несколько вариантов конструкции экспериментальных полноразменных вушителей при оптимальных километрах позволяющих получить экспериментальную зависимость изменения массажа от расстояния насаживания без ультразвука и с ультразвуковым воздействием при различных режимах работы в виде внутреннего сгорания. Результаты исследования переданы на ТОН Институт Гавиенпроект, полученные гранты в финансировании молодых ученых по проекту ЖАЗООН, по теме разработки и исследований ультразвукового метода очистки ультразвукового газа в виде внутреннего сгорания на основе техники на 2022-2024 годах. Проведен обслуживание патентов и ситуационных исследований, показываемых на слайдах. Направленными параметами ультразвукового волны являются частота, длина волны и период. Для осуществления очистки выхлопного газа в ультразвуковом вышителе происходит процесс коагуляции. То есть коагуляция – это физика, химический процесс сливания мелочей частины, более крупные, под влиянием силы цепления, с образованием коагуляционной структуры. Физика процесса очистки выхлопного газа в автомобиле ультразвука происходит за счет процесса этого коагуляции. Коагуляция выполнив выхлопные газы в ультразвуковом происходит постоянно. То есть существует ортогенетическая коагуляция, которая постоянно происходит. Она ускоряется за счет воздействия ультразвука, появляется гидрогенемическая коагуляция. В исследовании сотрудника нашей коагиды Пакки Ирина Анатольевича, коэффициент коагуляции определял следующую зависимость. Показана схема сил, подвечивающих на частицу гада ультразвуковом автомобильном гушителе. На нее воздействует сила РФА, то есть это сила от ультразвукового генератора. Сила РФА – это сила фракционная работающего двигателя. И сила сопротивления, то есть FG, определяется в следующей зависимости. Составлено дифференциальное уравнение, которое позволило получить решение функции движения частицажа по коридонтали. Приведено здесь. То есть анализ полученного решения показал, что в окончательном решении первое располагаемое – он убил. Третье располагаемое – очень мало и фактических расчетов, его можно не учитывать. Для расчетов мы взяли второе располагаемое. И по расчетам показало такое значение. То есть здесь это первое располагаемое – ровно 0. И раскрыв это значение, мы получили следующую зависимость. Скорость движения частицы мы взяли, взяв производную по Т, и получили следующую зависимость. То есть скорость движения частицы погушителя линейно возрастает при увеличении давления со стороны корректора, то есть P, и размера частиц R. Последнее, то есть объясняется увеличение сил давления при возрастании силы сопротивления. Чем больше сопротивление движения частицы друг от друга, определяемым вязкостью, милл, тем меньше скорость движения. То есть она обратно пропорциональна. Результаты расчетов показали следующие результаты. Для осуществления внутри гушителя, то есть время осуществления должно быть меньше времени выхода из гушителя. То есть показаны параметры работы гунического гушителя. То есть L на Vx должно быть больше, чем D на Vy. Vx у нас движение частицы по горизонтали, Vy – это скорость осаживания саживания. Также показаны зависимости от диаметра гунического гунического гушителя. Также показана зависимость времени движения частицы от длины гунического гушителя. В данные параметры работы мы поставили результаты и проверили условия работы. Условие работы выполняется. Важнейшим вопросом было определение коэффициента коагуляции. То есть аналитически, почему коэффициент коагуляции определяет следующую зависимость? То есть где ms – это масса саживания, а где m – это у нас масса кассивания. Определяется следующей зависимостью. Где q, то есть у нас, она учитывает общую емкость камеры сгорания, двигателя внутреннего сгорания, омегра – частоту вращения количества вала и плотность газа, ров, умноженная на t. Таким образом мы получили коэффициент коагуляции, то есть зависимость 35 и экспериментальные исследования мы должны доказать полученные аналитики путем результата коэффициента коагуляции. Для этого мы провели три натурных эксперимента, то есть создали три стенда. На слайде вы видите первый двухсекционный экспериментальный ультразвуковой глушитель. Схема его представлена на следующем слайде. Имеются такие, такое оборудование, как поперечный звучатель и поддольный звучатель, сам генератор. Сам ультразвуковой глушитель поделен на две секции, соединенный прозрачным шлангом. То есть выхлопной газ, попадая через схлопной патруль, на него воздействуют поперечные ультразвуковые волны. Газ направляется по шлангу в следующую секцию, где на него воздействуют продольные ультразвуковые волны. То есть в двух секциях происходит гидродинамическая коагуляция. Вот здесь на рисунке показано. Второй темп мы разработали немного другое. То есть он проточного типа. Вот здесь схема. То есть здесь нет стенки, нет никакого сопротивления. Газ как зашел, так и выходит. Здесь установлены такие устройства, как поперечный излучатель, продольный излучатель, утешковой генератор, манометр, термометр, гигрометр. То есть мы заверяем температуру и влажность внутри ультразвуителя. А также 14 это у нас, то есть область воздействия газа. Внутри также установлен электронный микроскоп МИКМЕД 2.0. То есть для видеофиксации внутренних процессоров происходящих мы установили электронный микроскоп. Эти стенд, корпус третьего стендера, изготовлен из металла. Представлена схема на следующем слайде. Так, использованы следующие аппараты, как газоанализатор металл-тест, газоанализатор БОШ-6740, ультразвуевые генераторы, мощность 602 и сам микроскоп. План и порядок экспериментов. То есть все эксперименты проводились в соответствии с планом и порядком экспериментов, представленных на следующих слайдах. Каждое экспериментальное исследование записывалось. Хотел бы показать видеозапись экспериментов. Гуманник устанавливаем, закрываем. Включаем двигатель, планометр. Прогоняем без ультразвука. Замеряем, сколько получилось сажи. Потом повторяем. Потом повторяем с ультразвуком. Замеряем количество сажи. Вы делали 10 минут. 4 в целом. То есть, как я здесь видео сказал, вначале мы замеряли сами листочки бумаги. То есть, укладывали две секции. Включали без воздействия ультразвука и под воздействием ультразвука. В течение 5 минут. Каждая. По разнице мы определили 7 пкг. На нуле стоит. Как слышите? Волбокый контрозвук. Ну давай, как смотри. И в результате мы получили его. Волбокый контрозвук. А вот это делали стандартные, да, вот эти записи? Игорь Анатолич купил. Заказал через интеграгму. 6,8, 6,7,9. Пиши. Сколько было? 5 минут. Так. 6,7,9. А было 5,9, да? Да, вот. Ну все. Поздравляю. Спасибо. Покоримент дальше. Спасибо. Есть. Покоримент дальше. Мы записывали с помощью конкурентов в процессе поясняющей конкурсии. То есть мы подняли одну картинку. За экране его будет показать. Его можно показать так. Писели, передающие информацию, и с каждым коллегами передали. Но в рамках мы видим прогуляторы внутри учительного по этой поводу. То есть процесс подхожный, но равен стандартный, то есть мы занировали степень «Глава» и «Глава». Мы занировали степень «Глава». То есть занировали степень «Глава» и «Глава». Третье эксклюзивное исследование проводилось также на автомобиле «Пульсваген Пасса-Б3», как вы видите на рисунке. То есть мы проверили работоспособность данного стенда. На этих слайдах вы видите процесс завершения листочка бумаги. Продолжение следует... То есть укладка и запуска ультурзакового прибора и автомобильный, то есть автомобильный урожитель. Исследование внутренних процессов, фото- и видеофиксация. Так из результатов приборов температура, влажность, газа. Сравнение и обработка получат результаты по экспериментам. То есть в результате эксперимента получены следующие диаграммы содержания СРАШ и СВО при 1000 оборотах в минуту. Без ультурзака, вы видите, здесь 50 PPR, то есть это миллионы долей. Под воздействием внутренних звуков 31, 29 и 27. Уменьшение очевидно. Следующая диаграмма содержает СРАШ и СВО при 1250 оборотах в минуту. То есть уменьшается от 27 до 12. Показаны в лице массы осевшей СРАШ без воздействия внутренних звуков. Под воздействием внутренних звуков два излучателя. Одним поперечным излучателем, одним продольным излучателем. То есть показаны сравнения массы СРАШ и сравнительные результаты при 1000-1550 оборотах в минуту. Показаны зависимости массы осевшей СРАШ от расстояния осаживания при 1000 оборотах в минуту, а также при 1250 оборотах в минуту. Рассчитан коэффициент регуляции экспериментальной отношения суммы массы СРАШ с ультразвуком и без ультразвука. Произведено сравнение коэффициента регуляции аналитического с экспериментальным. Разница составила 12%. На следующем слайде показан график зависимости массы СРАШ от оборотов двигателя. Показаны результаты на металлическом уршителе. Показан график процентов содержания кислорода и ультисового газа в одном газе, а также график процентов содержания угарного газа в миллионах по объему угарного газа в крупных газах. Произведен экологический эффект, эффективность рассчитана, то есть, которая составила 438 тенге на 1 атомобиль. Одновременно положение ситуации опубликованы в изданиях «Скопус». Первая статья вышла в проценте 43, вторая – 30. В тёх статьях, рекомендованных Кокосом, одна статья ЛИНС, на стадии экспертизы после чего два и резист патента, представленных на следующем слайде патенты. Одно свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права. Акты внедрения представлены. ФТО «Институт Гориенпроект» и учебный процесс Технического университета. В выводе под регистрационным исследованием. Результат исследования позволяет сделать следующий вывод теоретическим и эксплуатальным путём. Подтверждена гипотеза о возможности очистки выходного газа двигателя внутреннего сгорания автомобиля ультразгоровым генератором, вмонтированный улучшитель. Произведённо сравнительный анализ автомобилевого улучшителя позволит сделать вывод об отсутствии эффективных устройств очистки выходных газов автомобилевого транспорта. Анализ способов очистки выходных газов обосновывает необходимость уменьшения эффективности за счёт мутилозвукового воздействия. Описана физическая сущность процесса карагуляции мутилозвуковых газов под воздействием мутилозвукового в автомобилевом улучшителе. Понимание, которое необходимо для установки генетипатической модели процесса очистки выходных газов в виде внутреннего сгорания. Полученные ограниченные условия осуществления сажа улучшителя автомобиля в зависимости от скоростей движения газа и геометрических параметров конструкции. Описан закон изменения коэффициент карагуляции частицами зависимости от её начальной текущей массы и времени в отействии об улучшителе, подтверждённой экспериментально. Экспериментальным путём подключена гипотеза о возможности очистки выходных газов в виде внутреннего сгорания мутилозвуков. Масса карагулированных частиц под действием мутилозвуков увеличивается более чем в два раза. Также увеличивается процент содержания кислорода и уменьшается количество кислого газа. Значительно уменьшается степень полумутнения мутилозвукового газа более чем в 21%. Дымность газа и масса осаживания сажевого сайта при увеличении число оборота двигателя автомобиля и расстояния проходимой частицы. Доказано, что физическая сущность процесса очистки газа заключается в возникновении кроме ортокинической коагуляции, также гидрофимической коагуляции, что увеличивает массу сажев. Придолжены конструкции автомобильных улучшителей. Произведён экономический эффект составивший через 38 тенге на один автомобиль. Перспективность системы заключается в установлении оптимального режима работы системы двигателя ультразвукового улучшителя. Доклад окончен. Спасибо за внимание. Спасибо, Буран Кобланович, за доклад. Уважаемые члены диссертационного совета, какие будут вопросы к диссертам? Пожалуйста, прошу задавать ваши вопросы. Михаил Степанович, будет у вас вопрос? Да, я задаю. У меня такой вопрос. В каких местах Караганды снимались показатели состояния заказованности нашего города? Отвечаю вопрос. Состояние обмонтированного воздушного города Караганды взято по официальным данным. Я понимаю, но в каких местах? Караганда же это большой город? Да, то есть снимались внутри города Караганды. То есть где больше автомобилей? То есть автомобили находятся внутри города. Показания снимались изнутри. Хорошо. Вопрос на другой. У вас написано в актуальности темы, написано, отсутствие исследований процесса ультразвуковой очистки. А ведь у нас защищались два докторанта в нашем университете. А вы пишите, что отсутствие каких-либо исследований в ультразвуковой очистке? Процесс очистки ультразвуковым методом присутствует. Но здесь дело заключается в чем? То есть не был именно излучатель, вмонтирован форкус автомобильного глушителя. Как мы это сделали? То есть, к примеру, в исследованиях Игоря Анатольевича определялась эффективность накачки газа. То есть газ находился в неподвижном состоянии. И коэффициент коагуляции определялся в другой зависимости. Ну хорошо, ладно. Коэффициент коагуляции определялся в следующей зависимости. То есть счетными концентрациями начальные и текущие. То есть здесь совсем происходил процесс другой. То есть и те исследования, которые в обзоре, то есть они не направлены, то есть не происходили именно в ультразвуковом автомобильном глушителе. Хорошо. То есть, ну мне казалось бы, что вот тут надо в актуальности именно раскрыть вот это, в чем принципиальные отличия, а вы показываете, что отсутствие исследований в этом направлении. Тут бы немножко, чуть расширить надо было вам это пояснение. Владимир Степанович. Хорошо. Михаил Степанович. Уже это будет как бы в выступлении предложение. Сейчас просто вопрос. У меня вопрос еще есть. Вы взяли в качестве вот машины, исследовали легковой автомобиль. Но там в легковом автомобиле проблемы такой большой нету сажа. Там проблема другая. Там проблема это углекислый газ, азотистый или там не кратозота и так далее. Вот это проблема была. А газ там сгорает, потому что известно, что сажа сгорает при температуре 360 градусов. В автомобиле имеется температура порядка 1000-1200 градусов в выхлопных газах. Вопрос. Почему вы взяли именно такой автомобиль? Отвечаю на вопрос. В городской среде в основном находятся легковые автомобили. Мы в экспериментальных исследованиях не только определили эффективность по массе сажи, то есть коэффициент коагуляции мы определили, также мы взяли токсичность. То есть токсичность CH и CO, как вы и сказали. То есть уменьшение здесь взятых прибором газоанализатора метод автотест. Мы считаем, что прибор невозможно обмануть. То есть если он показал без ультразвуга 50, а под под действием уменьшается, то есть эффективность очевидна. Я согласен, но этот прибор, который у вас показали, он сажу не фиксирует. Сажу мы заверяли путем установки листочков бумаги, как я показывал на видео. Мы взвешивали листочки бумаги до воздействия ультразвуга и под воздействием ультразвуга. Хорошо, ладно, пускай другие говорят, я подумаю еще. Ну посмотрите, сравнение массажей при 1000 и 1250. Без воздействия, вот видите, 0,67 сумма массажей при 1000 оборотах. С двумя исключателями 1,52. То есть она увеличивается, масса сажа очевидно увеличивается. А также мы определили прибором, который показал положительные результаты. Ну это да, тут СО и ЦН, но не сажа. Сажу мы определили по массе. То есть листочки бумаги нет. У меня вопросов нет. Так, прошу, пожалуйста, следующие вопросы задавайте, у кого есть. У меня есть вопрос, уважаемый Владимир Владимирович. Вы представили три экспериментальные установки в своей презентации. Скажите, пожалуйста, сколько испытаний, опытов непосредственно самих экспериментов было приведено у каждой из представленных установок? То есть мы определили количество опытов методом статистического анализа. То есть предварительно было 10 экспериментов и мы определили, что необходимо 5. То есть мы замеряли каждому по 5. Угу. Ну спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо. Следующий, пожалуйста, у кого будут вопросы? Можно я? Василий Викторович, пожалуйста. Как Вы считаете, такая конструкция или подобные конструкции ультразвуковые, они повлияют на звуковые параметры выхлопного газа и на мощность двигателя и двигателя? Представленных, то есть мы сделали несколько вариантов. Вот во втором варианте видно, что сопротивление к движению газа не оказывает никакого воздействия. То есть газ как зашел, так и выходит. То есть в пластике звуковое воздействие будет минимальное. То есть и мы для сравнения взяли металлический металлический глушитель и получили результаты. Хорошо, спасибо. Так, пожалуйста, еще вопросы у кого будут? У вас будут вопросы? Здравствуйте. Я хотела задать один вопрос. Что Вы получили акторское свидетельство? Мы получили акты внедрения, то есть результатов проведенных экспериментальных исследований ТО Институт Гориенпроект, то есть, а также в учебный процесс. Нет, я хотела спросить про Ваши патенты, авторское свидетельство. Авторское свидетельство, да, мы получили на сам процесс коагуляции, а также мы подали два евразистики патента, на устройство очистки выхватных газов, двигательных изгорания и на способ. Они находятся на рассмотрении, на стадии экспертизы по существу. Вот сами патенты представлены на слайде. То есть, здесь установлены ультразыковые приборы, также корпус вышителя показан, съемные фланцы, то есть здесь уже немного усовершенствовали эту схему и подали патент. То есть, и здесь работа сама будет происходить таким образом. То есть, Д двигатель, тахометр, с двигателя сигнал передается на тахометр, дальше на усилитель, на телесторный привод, то есть дальше на ультразовской генератор и сигнал будет идти на ультразовского измечателя. То есть, это будет завязано здесь с оборотом двигателя внутреннего стадия. Чем больше оборотов двигателя, тем будет сильнее измечатель и генератор работать. Таким образом мы подали два патента, они находятся на рассмотрении. Спасибо, у меня больше нет вопросов. Так, пожалуйста, еще у кого будут вопросы? Можно мне, да? Да, пожалуйста. Блажен Пабланович, скажите, пожалуйста, какие геометрические параметры будут вашего ультразвукового глушителя и где он будет установлен в автомобиль? Так, сейчас ответ. Автомобильный глушитель будет установлен в самом автомобиле. То есть, вот у нас параметры работы ультразвукового автомобильного глушителя. Мы посчитали, что длина глушителя должна быть в отношении к скорости. Движение частиц должно быть больше. Диаметр на скорость осложнения сажа. То есть, что поближе вот так. Это параметры работы ультразвукового автомобильного глушителя. И хочу показать зависимость, которую мы получили. Вот в этой зависимости, то есть, максимальное расстояние здесь 50 сантиметров, да, но максимальный эффект на 40 сантиметров мы рекомендуем ультразвукового глушителя. Правильно. 40 сантиметров, то есть, это оптимальная длина глушителя. Жан Кобланович, вы, наверное, не до конца поняли мой вопрос. Я хотела уточнить именно, какова конструкция самого глушителя, который вы будете устанавливать в автомобиль. Его параметры достаточны ли, чтобы установить в автомобиль легковой? В зависимости вы показали, мы это поняли, как они не определяют. Да, да. То есть, сам глушитель будет иметь такие размеры, как диаметр 110 миллиметров и длину, здесь мы взяли, вот примеру, 3 метра. Но нет необходимости устанавливать три метра, так как мы определили, что эффективность осаживания сажи на 40 сантиметров здесь, то есть, он будет довольно маленьким. И мы предлагаем, то есть, мы получили грандовое финансирование и мы будем предлагать замену каталитического нейтрализатора, то есть, мы его убираем и заместо него ставим матч приборного нейтрализукового. То есть, он не будет оказывать никакого сопротивления. Минус каталитического нейтрализатора, как хотел бы сказать, да, вот. То есть, он его срок службы, он заливается, имеет маленькие сотки, да, керамические, он заливается и оказывает сопротивление движению газа. Наш глушитель, он не оказывает никакого сопротивления. Как газ зашел, так он выходит. Спасибо. Боложан Хабланович, еще вопрос. Ваше обоснование именно внедрения ультразвукового глушителя на чем было основано? Мы теоретическим путем установили коэффициент коагуляции, теоретическим путем рассчитали параметры работы и экспериментальным путем подтвердили результаты полученные. То есть сравнили, хотел бы показать сравнение. То есть сравнение мы сделали коэффициент коагуляции. Наши данные были на расчетах аналитических подтверждены экспериментально. Ваша методика расчета, она может быть использована не только в автомобиле? То есть в задачи исследования входило только определение эффективности на легковых автомобилях. Грузовые автомобили или дизельные автомобили мы не рассматривали. В задачи исследования это не входило. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, еще у кого будут вопросы? Подскажите, как влияет температура газа на коагуляцию? То есть температура влияет, то есть она не совсем влияет, то есть мы заверяли температуру не совсем возле коллектора, вы видите, да? То есть она не совсем высокая. То есть практически она не оказывает здесь воздействия. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, еще у кого будут вопросы? Михаил Степанович, пожалуйста. Да, пожалуйста. Так, вопрос такой. У вас имеется экспериментальный двухсекционный ультразвуковой глушитель. Вы говорите все время, что там происходит осадка сажи. Так когда она выбирается оттуда, если постоянно сажа собирается в глушителе? Вопрос понял. Здесь мы сделали прототип, то есть это был экспериментальный стенд. То есть он извлекается состоит из двух частей, которые можно разочинить и внизу установлен поддон. Вот в патенте мы... Хотел бы показать патент. Вот здесь в патенте есть у нас поддон установленный. Здесь снимаются съемные фланцы и извлекается вся осадка сажа в глушителе. Хорошо, понятно. Но вопрос. Как часто? Ведь сажа непрерывный процесс организует. Вам, наверное, из-под машины не вылазите? Постоянно сажу очищаете? Не совсем это выглядит так. То есть все будет зависеть от пробега автомобиля. Нельзя сказать, что каждый автомобиль проезжает определенное расстояние, то есть одинаковое расстояние. То есть это будет зависеть от характера движения. То есть раз в год, я думаю, можно будет очищать при движении 100 тысяч километров. Если взять каталитический нейтрализатор, то есть он выходит из строя на 100 тысяч километров. Здесь можно просто почистить сажу и дальше продолжать эксплуатировать. Все хорошо, спасибо. Так, ну и я задам еще пару последних вопросов. Скажите, пожалуйста, с какой целью вы делали три стенда? Так, отвечаю на вопрос. В начале проведения экспериментов у нас была задача проверить гипотезу о уменьшении токсичности и увеличении массы сажа. Для этого, то есть скорость газа нам нужно было увеличить. Мы создали первый ушитель двухсекционный. Газ, как попадая через водную патруль, идет через шланг, тем самым давление со стороны двигателя уменьшается. То есть мы проверили этот момент. Дальше мы поняли, что работа эффективная происходит. И мы создали проточный вариант ушителя, то есть представленный на асфальте, проточный. Он не оказывает никакого сопротивления. Также мы сделали третий металлический стенд, для чего мы определили материал изготовления ушителя. И результаты показали, что металлический ушитель не совсем эффективен, так как ультразвуковые волны отражаются внутри металлического ушителя. и эффективность работы параметра. Представляете, будем использовать классиковый ушитель и полипропиленовый. Мы создали три металлические стенды. Ну понятно, спасибо. И последний вопрос. Откройте, пожалуйста, 55-й слайд. Вот где у вас результаты. 55-й слайд. Объясните, пожалуйста, физика процесса. Вот, например, красная кривая с ультразвуком. Ее поведение. Она сначала идет вниз. Вот где зависимость массы сажа от расстояния. Она вниз, потом вверх. То есть дает у вас минимум, дает максимум. Как описывается физика процесса вот этого поведения? Скажите, пожалуйста. Физика процесса осаждения сажа происходит таким образом. Почему она уменьшается? Так как выхлопной газ пошел через одной патрубус, скорость ее высокая, и сила сцепления гидродинамическая, она очень мала. Она резко падает. Но с увеличением расстояния она поднимается вверх. То есть после осаждения происходит процесс уменьшения. То есть мы определили, что расстояние 40 сантиметров, локальный максимум, так называемый. Оптимальный вариант на 40 сантиметрах. И нет необходимости делать трехметровый глушитель. Это было просто для исследования процесса экспериментально. Хорошо, спасибо. Спасибо. Так, ну, думаю, вопросов достаточно. Вопросы исчерпаны. Переходим к выступлению научных консультантов. Уважаемый член институтного совета, первым зарубежным научным консультантом является Сюнбаев Шенпалат Мансуралиевич. Доктор технических наук, профессор Ташкентского государственного транспортного института. Город Ташкент, Республика Узбекистан. Шенпалат Мансуралиевич присутствует онлайн. Шенпалат Мансуралиевич, вы нас слышите? Да, здравствуйте. Можно, да, начать? Да, вам слово. А, спасибо. Отзыв зарубежного научного консультанта Сюнбаев Шенпалат Мансуралиевича на диссертационную работу Сарсенбекова Баужанка Аблановича на тему теоретические экспериментальные исследования работы ультразвукового автомобильного глушителя, представленного на соискании степени PHD по направлению 8D071 инженерия и инженерное дело образовательной программы 8D07102 транспорт, транспортной техникой и технологий подписан 8 ноября. Разрешите зачитать? Диссертация соответствует приоритетному направлению развития науки, утвержденному Высшей научно-технической комиссией при правительстве Республики Казахстан, энергетика и машиностроение, специализированному научному направлению транспортное, сельхозяйственное, нефтегазовое и горно-металлургическое машиностроение. Диссертация связана с вопросом уменьшения токсичности автомобилей за счет применения новой, до этого непримененной технологии по очистке отрабатывающего газа. Автор диссертации предложил совершенствование системы очистки отрабатывающего газа автомобильного и транспортного с использованием ультразвука, разработал и исследовал математическую модель работы ультразвукового глушителя, провел натурные эксперименты, доказывавшиеся гипотезу об очистке выхлопного газа ДВС ультразвуком, получил в зависимости массы осевшей сажи от расстояния осаживания, содержание вредных выбросов, таких как углеводород и углеводород в выхлопном газе от частоты оборотов коленчатого вала ДВС, и сравнил полученные экспериментальные данные с аналитическими. На основании сравнения полученных в зависимости обосновал актуальность разработки и исследования экспериментальной ультразвуковой установки по очистке выхлопного газа автомобилей. В первой главе диссертационной работы рассмотрены методы очистки отрабатывающего газа и провел поднятный анализ. Во второй главе разработана и исследована математическая модель работы ультразвукового автомобильного глушителя. В третьей главе описаны проведенные натурные эксперименты, показанные в зависимости описывающие проходящие внутренние процессы в ультразвуковом глушителе. В четвертой главе приведены предлагаемые технические карты обслуживания ультразвукового автомобиля глушителя и разработана методика проведена расчет экономической эффективности и установки. В пятой главе проведены разработанные автором технические задания на конструкторирование ультразвуково-автомобильного глушителя. Автором разработан экспериментальный ультразвуково-автомобильный глушитель в трех вариантах конструкции. Составлены планы и порядок экспериментов и выполнение поставленной задачи. В ходе проведенных экспериментов эффективность применения ультразвукового воздействия на выхлопленный газ автомобиля было доказано и обосновано перспективное развитие этого направления очистки аэрозелии от вредных примесей. По результатам экспериментов концентрация углеводорода уменьшилась более чем в два раза. Суммарная масса осевшей сажи в экспериментальном ультразвуковом устройстве под действием ультразвука превосходит массу осевшей сажи без применения ультразвука более чем в полтора раза. В результате экспериментальных исследований определены диаграммы содержания углеводорода и углеводородового газа при различных оборотах каленчатого вала ДВС. При этом концентрация приведенных газов с ультразвуковым воздействием уменьшается, а масса сажей на дне глушителя увеличивается. При экспериментальном исследовании докторантам для очистки вовного газа наиболее эффективно оказалось воздействие продольным ультразвуковым излучателям, вмонтированным в корпус автомобильного глушителя. С Арсенбековым Баужаном Кабланом получены аналитические и экспериментальные значения коэффициента коагуляции, зависимость массы осаживаемой сажи от длины ультразвукового глушителя и оборотов каленчатого вала ДВС автомобиля. Концентрация вредных выбросов при различных оборотах, которые доказали эффективность применения ультразвука для очистки воплывного газа ДВС автомобиля. Считаю, что диссертация с Арсенбековым Баужаном Кабланом на тему теоретических и экспериментальных исследований на работу ультразвукового автомобиля-глушителя представляет собой актуальные, завершенные научные исследования, имеющие теоретические и практическую ценность, соответствуют требованиям, предъявляемым к диссертациям и рекомендуется к защите на соискании ученой степени доктора философии PHD по образовательной программе 8D07102 «Транспорт, транспортная техника и технологии». Зарубежный научный консультант доктор-технический и профессор Суэмбай Шамбулат Масральевич. Спасибо за внимание. Благодарю. Вторым зарубежным консультантом является Лисалиев Дауринбек Ихтиярович, доктор технических наук, профессор Ташкентского государственного транспортного университета в городе Ташкент, Узбекистан. Дауринбек Ихтиярович, присутствует онлайн. Прошу вам слово. Здравствуйте, меня слышно? Да, слышно вас. Здравствуйте, уважаемые председатели, здравствуйте, уважаемые члены цитационного совета. Я Лисалиев Дауринбек Ихтиярович, доктор технических наук, профессор кафедры транспортной и грузовой системы. Я дал отзыв на работу Сарсенбекова Бауржана Каблановича на тему теоретически-экспериментального исследования работы ультразвукового автомобильного глушителя, представленную на соискании степени доктора философии PHD по направлению 8Т071, инженерия и инженерное дело, образовательные программы 8Т07102, транспортная техника и технология. Прошу, если можно, я зачитаю основные моменты. Диссертация соответствует приоритетному направлению развития науки, утвержденному Высшей научно-технической комиссии при правительстве Республики Казахстан, энергетика и машиностроения, специализированному научному направлению транспортное, сельскохозяйственное, нефтегазовое и горно-металлургическое машиностроение. Диссертация содержит новые научно-обоснованные результаты, использование которых обеспечивает решение важных прикладных задач. В диссертации автор доказал, что физическая сущность процесса очистки газа заключается в возникновении кроме амплинической коагуляции частей сажи. Еще хотелось бы отметить, Сарсанбеков описал физическую сущность процесса коагуляции выхлопных газов под воздействием ультразвуока и автомобильного глушителя. Также хочется отметить экспериментальным путем диссертациям полученным, и он подтвердил гипотезу о возможности очистки выхлопных газов. Хочется отметить также, конечно же, стремление и работу самого диссертанта, его добропорядочность к науке, а также хочется отметить его работу в качестве того, что он описал основные моменты вот этих как раз-таки выхлопных газов. Мне это очень понравилось. Теперь, если можно, я засчитаю основной момент заключения своего. Считаю отзывы. Считаю, что диссертация Сарсанбекова на тему теоретически-экспериментального исследования работы ультразвукового автомобильного глушителя представляет собой актуальное, завершенное научное исследование, имеющее теоретическую и практическую ценность, соответствует требованиям, предъявляемых к диссертации и рекомендуется к защите на соискании степени доктора философии ПИЖД по направлению 8Т-071, инженерное дело, образовательной программы 8Т-07-102, транспорт и транспортная техника и технология. Прошу научное сообщество поддержать работу с Сарсанбековым. Сарабельский научный консультант, доктор технических наук, профессор транспортно-грузовой системы кафедры Ташкентского государственного транспортного университета. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Ихтиярович. Слово представляет соотечественному научному консультанту Кадырову Дилисуратовичу, доктору технических наук, профессор кафедры транспортной техники и логистической системы Карагандинского технического университета имени Абулкаса Сагина, город Караганда, Республика Казахстан. Разрешите засчитать отзыв и дополнить его по результатам вопросов, выступлений некоторыми положениями. Во-первых, диссертация выполнялась в рамках государственной программы инфраструктурного развития Республики Казахстан. И представлена на соискальной степени, что очень важно, по направлению инженерии, инженерное дело, по образовательной программе транспорт-транспортной техники. Диссертация направлена на решение актуальной экологической проблемы снижения токсичности выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания за счет исследований и внедрения нового вида глушитера. Почему это направление актуально? Сейчас все больше и больше развиваются электромобили. Но я не думаю, что даже в ближайшие десятилетия электромобили полностью заменят машины с двигателями внутреннего сгорания. Кроме того, по последним исследованиям, надежность и экономичность электроавтомобилей показывает, что ожидания радужные не определились. Значит, нам необходимо модернизировать существующие автомобили или необходимо сразу на заводах устанавливать новые виды глушителей. Вот поэтому господин Старсембеков и делал глушитель исследования для разработки небольшого компактного элемента глушителя, который вставляется в существующие автомобили. Целью его исследования явилось установить зависимости, которые позволят провести эту работу. В результате исследований теоретических основным было установление зависимости коэффициента коагуляции. У нас это вторая работа на нашем совете по очистке ультразвуков. Первый работе ПАК Игорь Анатольевич предложил емкость, в которую на остановках автобусы, имеющие низкое число оборотов, нагнетаются выхлопные газы в камеру, потом они в этой камере осаждаются за счет ультразвука. Но это не проточный глушитель. Физика разная. Если в первом случае мы имеем, что коагуляция подчиняется закону кинетики газа, то есть коэффициент коагуляции зависит от нулевой концентрации газа и меняется по экспоненте, то в глушителе функция линейная масса сажи на масса газа. Вот это его основное теоретическое достижение. А экспериментальное основное достижение, то, что он подтвердил эту зависимость. То есть я хочу сказать, что работа методически построена очень грамотно. Аналитические исследования определили необходимость экспериментальных, экспериментальные подтвердили их. Поражает его трудоспособность. Он сделал три стенда. Один стенд подтвердил вообще перспективность. Второй стенд подтвердил и определил, как работает глушитель, стоящий напротив движения газа, поперек движения газа и два вместе. А третий определил, как работает материал глушителя, влияет на сам этот процесс. Не было подчеркнуто, что, видимо, в будущем, если мы будем делать такие глушители, то внутренность глушителя, внутренняя часть, надо футировать не металлом, а каким-то металлокерамическим или пластикокерамическим сплавом. Значимость теоретических и экспериментальных результатов подтверждается их новизной хорошей сходимости. Практическая значимость определяется разработкой методики расчета ультразвукового глушителя и расчета эффективности. Экспериментальные исследования подтвердили и дополнили теоретические результаты. Основные положения диссертации являются новыми, нетривиальными и могут широко применяться в этой области техники. Научные задачи поставлены автором правильную методическую последовательность. Решена задача теоретического плана анализ движения частицы газа под действием давления со стороны двигателя и давления ультразвука. С учетом силы трения стокса получен закон движения частицы газа. Предложенный и обоснованный условия коагуляции газа в глушителе заключается в оптимальном соотношении скоростей движения газа по горизонтали и вертикали, длины и радиусы глушителя. Определена зависимость коэкцентра коагуляции. За время эти исследования пионерные, они начинают целое направление. Сейчас готовятся диссертации, которые занимаются дизельным двигателем и глушителями на большегрузные автомобили. Все это сделать в пределах одной диссертации Сарсенбеков не мог, потому что тема очень большая. И заключающая часть. За время обучения докторантуре и подготовки диссертационной работы докторат Сарсенбеков зарекомендовал себя как грамотный, ответственный специалист, способный решать сложные научно-исследовательские задачи. Диссертационная работа является законченной научной работой по актуальной теме исследований. Поставленная цель и задачи выполнены полностью и научно-обоснованно. Решена новая и важная научно-техническая задача. Диссертация по научно-техническому уровню практическим результатам в соответствии с нормативным требованиям, а ее автор Сарсенбеков Бауржан Кабланович заслуживает присуждение степени доктора PHD по образовательной программе 8D07102 транспорт, транспортная техника и технологии. Научный консультант доктор технических, профессор Картера ТТМС Караганинского технического университета Каблина. Благодарю. Спасибо, Владимир Суратович. Вопросы есть? Нет. Спасибо, Владимир Суратович. Переходим к выступлению официальных рецензентов. Слово предоставляется официальному рецензенту Бакыт Габиту, PHD, профессору кафедры подвижного состава Акционерного общества Академии логистики и транспорта город Алматы, Республика Казахстан. Здравствуйте. Меня слышно, да? Да, слышно. Вам слово, пожалуйста. Ознакомился с работой Сарсенбекова Бауржана Каблановича и теперь разрешите ознакомиться с текстом отзыва официального рецензента. На диссертационную работу Сарсенбекова Бауржана Каблановича на тему теоретической экспериментальной исследовании работы ультразвукового автомобильного глушителя, представленную на соискании в степени доктора философии PHD по направлению подготовки 8D071 инженерия, инженерное дело образовательной программы доктора Анатолия Пиджи 8D07 102 транспорт, транспортная техника технологии. Остановиться по основным критериям первой тема диссертации соответствует направлениям развития науки или государственным программам. Диссертация выполнена в рамках государственной программы инфраструктурного развития рецептуры Казахстана Норлажол на 20-25 годы. Диссертация соответствует приоритетному направлению развития науки утвержденного высшей научно-технической комиссии предправительств Республики Казахстан энергетика и машиностроения специализированного научного направления транспортное средство хозяйства нефтегазовое горно-металлурическое машиностроение. Второе. Важность для науки. Представленная работа вносит существенный вклад в науку, в частности, в вопросах разработки ультразвуковых автомобильных плюшителей для очистки отработавших газов. Третье. Принцип самостоятельности. Следует отметить высокий уровень самостоятельности, который свидетельств в личном плане автора диссертации в науку, развитие техники и технологии. Четвертое. Принцип внутреннего единства. Актуальность диссертации в полной мере обоснованного в возведении первой главы диссертации, в которой обозначена проблема загрязнения окружающей среды и необходимость поиска новых способов и устройств очистки отработавших газов. Содержание диссертации полностью отражает тему исследования. Цели и задачи диссертационной работы соответствуют теме исследования, что подтверждается соответствующим главами диссертации. Все разделы и положения диссертации логически полностью взаимосвязаны. Предложенные автором новые решения аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями. Имеется критический анализ существующих технических систем по оптически отработавших газов двигателей внутреннего сгорания. Пятое. Принцип научной новизны. Представленные диссертации научные результаты и положения являются полностью новыми. Научно-новидное исследование заключается в подтверждении возможности использования ультразвуковых улучшителей для очистки отработавших газов ДВС охраны динами. Эспериментальным путем подтверждена гипотеза о возможности очистки выхлопных газов ДВС ультразвуком. Выводы диссертации являются полностью новыми. Диссертация содержит полностью новые выводы, основанные на научно обоснованных результатах, использование которых обеспечивает решение важной прикладной задачи разработки методики расчета конструктивных параметров ультразвукового автомобильного глушителя для снижения токсичности выхлопного газа и вредных выбросов мелкодисперсных твердых частей в атмосферу. Техническое решение является полностью новым, что подтверждается статьями и актами внедрения производства. 6. Обоснованность основных выводов. Все основные выводы основаны на весомых с научной точки зрения доказательствах, полученных в теоретических и экспериментальных результатах, представленных в диссертационной работе. 7. Основные положения выносимы на защиту. Все основные положения доказаны, не являются идеальными и доказаны в статьях, приведенных в диссертации, которые опубликованы базы в журналах базы данных скопус, в ходящих базы данных скопус. 8. Принцип достоверности источников предоставляя информации. Методика исследования ультразвуковой очистки отработки газов обоснована и отвечает поставленным задачам. Результаты исследования получены с использованием современных методов, в частности математическое моделирование, эксперимент, корреляционный анализ, математические статистики. Математическая модель, дополненная данным экспериментальной экспериментальной позволяет определить зависимости, необходимые для проектирования ультразвуковых глушителей в соответствии с режимом работы двигателя. Автором обработано более 100 источников литературы, что является достаточным для литературного обзора. 9. Принцип практической ценности. Полученные диссертационные работы результаты имеют теоретическую значимость, которые могут служить основанием для дальнейших научных исследований и развития направления по созданию автомобильных глушителей с функцией ультразвуковой отиски отработавших газов. Результаты имеют большое и практическое значение и высокую вероятность применения полученных результатов на транспортной технике, оснащенной ДВС, а также при подготовке специалистов, что подтверждается актов обмедрения результатов диссертационной работы в ТОО Институте Градиент Проект и учебный процесс. Продолжения для практики являются полностью новыми, что подтверждается поданной заявкой на получение евразийского патента на изобретение способа очистки выхлопных газов двигателя внутреннего избирания, находящегося на стадии рассмотрения по существу. Десятое. Качество написания и оформления. Оформление диссертации соответствует нормативным требованиям. Качество академического письма высокое. Разрешите за честь заключения. Диссертационная работа Сарсенбекова Бауржана Кублановича на тему теоретической экспериментальной исследовательной работы ультразвукового автомобильного глушителя, представлено на соискании степени доктора философии ПХД по направлению подготовки 8Д-071 инженерия и инженерное дело образовательной программой докторантуры ПХД 8Д-071-02 транспортная техника и технология выполнена на высоком уровне и решает актуальную прикладную задачу. Диссертация содержит совокупность новых обоснованных научных результатов в области исследования утрезвуковой очистки отработавших газов ДВС имеет внутреннее единство и отвечает действующим нормативным требованиям. Считаю, что представленная диссертационная работа Сарсенбекова Бауржана Кубгланыча полностью соответствует требованиям диссертациям на иссоискании степени ПХД, а ее автор рекомендуется в присуждении степени доктора философии ПХД по направлению подготовки 8D-071 инженерия и инженерное дело образовательной программы докторантуры ПХД 8D-071-02 транспорт транспортная техника технологии рецензент ПХД профессор подвижной состав Академии логистики транспорта ПХД ПХД подпись заверена HR департаментом Академии логистики транспорта Спасибо за внимание Габир Вахидович благодарю вас будут ли вопросы к официальному рецензенту у членов совета вопросов нет когда слово предоставляется официальному рецензенту Бестимбек Ербол Сериковичу кандидату технических наук доценту кафедры технологические машины транспорт наук Ракандинский индустриальный университет город Темиртау Республика Казахстан Ербол Серикович вам слово прошу пожалуйста Отзыв официально диссертационную работу со всеми веков Боржана Каблановича на тему теоретическое экспериментальное исследование работы утрозавтового францидного глушителя по критериям первое тема диссертации соответствует направлению развития науки и государственным программам диссертация соответствует приоритетному направлению развития науки подтвержденному высшей научно-технической комиссией при правительстве Республики Казахстан диссертация выполнена в рамках государственной программы инфраструктурного развития Республики Казахстан научно-технической на 2020-2025 годы диссертация соответствует приоритетному направлению энергетика и машиностроения и специализированное научное направление транспортное сельскохозяйственное нефтегазовое и горно-метеорологическое машиностроение второе важность для науки работа вносит существенный вклад в науку а ее важность хорошо раскрыта автором данного описания физического процесса коагуляции частиц выхлопного газа при продольном и поперечном управлении ультразвуковых колебаний автором внесен существенный вклад в вопросы исследования коагуляции частиц выхлопного газа и обоснованно раскрыты важные зависимости параметров оседания частиц выхлопного газа в зависимости от множества факторов двигателя автомобиля и системы выпуска отработавших газов Третье. Принцип самостоятельности. Уровень самостоятельности высокий. Авторам самостоятельно выполнен большой объем теоретических и экспериментальных исследований, результаты которых имеют четкую обоснованность и опираются на достоверные данные. Четвертое. Принцип внутреннего единства. 4.1. Обоснования актуальности диссертации обоснованы. Авторам диссертации приведены исследования по различным способам очистки газов и представлено обоснование актуальности темы работы. 4.2. Содержание диссертации отражает тему диссертации. Содержание, представленное на рецензии диссертационной работы, полностью отражает тему диссертации. 4.3. Цель и задача соответствуют теме диссертации. Представленные цель и задачи акторам полностью соответствуют теме исследования. 4. Все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны, полностью взаимосвязаны, так как диссертационная работа характеризуется комплексностью и взаимосвязанностью излагаемого материала. Разделы и подразделы диссертационного исследования логически взаимоувязаны и нацелены на достижение поставленных целей и задач диссертационного исследования. Диссертация представляет собой логически завершенный научный труд. 4. Предложенные автором новые решения, аргументированные и оцененные по сравнению с известными решениями. Критический анализ есть. 5. Теоретические результаты, например, разнонаправленное движение ультразвуковых волн, геометрические размеры глушителя, степень осаждения частиц, коэффициент коагуляции и другие, подвергнутые критическому анализу, на основании которого проведен обширный ряд экспериментальных исследований, параметры которого базируются на результатах анализа. 5. Принцип научной новизны. 5. Принцип научной новизны. 6. Принцип научной новизны. 7. Принцип научной новизны. 7. Принцип научной новизны и полностью доказаны теоретически и экспериментально. 7. Основные положения, выносимые на защиту. Основные положения, выносимые на защиту, доказаны, экспериментально доказаны, являются новыми, нетривиальными и имеют широкий уровень применения. И в статьях автора диссертационных исследований они полностью доказаны. 8. Принцип достоверности. 8. Принцип достоверность источников и предоставление информации. 8. Выбор методологии обоснован или методология достаточно подробно описана? 8. Решение, которое представлено в диссертации, базируется на научно-весомых методах, основанных на научно-значимых зависимостях и закономерностях, которые автор закономерно обоснованно интерпретирует для исследования работы ультразвукового шутера. 8. Результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением как взортехология. Да, планирование и обработка результатов теоретических и экспериментальных исследований выполнялось с применением современных методов научных исследований. Для обработки результатов использовались методы математической статистики. 8. Теоретические выводы доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием. Да, выводы теоретических исследований полностью подтверждены при проведении эксперимента с использованием трех видов полноразмерных стендов. 8. Важные утверждения подтверждены ссылками на актуальную и достоверную научную литературу. Исходя из анализа списка использованных источников и знания о современном состоянии исследования по ультразвуковому воздействию на хлопные газы, можно утвердительно говорить, что гипотезы и решения, представленные автором, полностью подтверждаются ссылками на актуальную и достоверную научную литературу. 8. 5. Использованные источники литературы достаточны для литературного обзора. 9. Авторам представлен список использованных источников из 114 наименований, которые достаточны в полной мере для проведения обзорных исследований. 9. Принцип практической ценности. 9. Диссертация имеет теоретическое значение. Да. Исследования автора имеют большое теоретическое значение, так как впервые раскрывают физический процесс воздействия ультразвуковых волн на движение и коагуляцию частиц в упаковых газах автомобильных двигателей. 9. Диссертация имеет практическое значение. Существует высокая вероятность применения полученных результатов на практике. Да. Результат научных исследований имеет важное практическое значение, так как впервые был проведен эксперимент на полноразвуковых стендах по очистке выхлопных газов ультразвуковым воздействием. 9. 3. Предложения для практики являются новыми. Да. Полностью новыми. Предложения автора являются полностью новыми по воздействию ультразвуковых волн на выхлопные газы в автомобильных глушителях. И полностью новыми являются результаты исследования зависимости степени очистки выхлопных газов автомобильных двигателей от конструктивных параметров глушителей и параметров режима работы двигателя. 10. Качество написания и оформления высокое. В целом диссертационная работа имеет высокое качество академического письма, но не умаляет достоинств диссертации. Необходимо отметить наличие отдельных орфографических ошибок по тексту диссертации. Заключение отзыва. Диссертационная работа Сарсинбекова Бауржана Каблановича на тему теоретические экспериментальные исследования работы ультразвукового автомобильного глушителя, представленная на соискании степени доктора философии по направлению подготовки 8D071, инженерия и инженерное дело, образовательной программе докторантуры PHD 8D07102, транспорт, транспортная техника и технология, по таким основным признакам, как актуальность решаемой проблемы, новизна полученных результатов, их обоснованность и достоверность, объем исследований и практическая значимость, является завершенным научным трудом, имеющим вполне определенное значение для развития транспортной техники. Хадатайство перед комитетом по присуждению докторанту степени доктора философии PHD, официальный рецензент, кандидат технических новых, доцент в кафедре технологических машин и транспорт, караганецкого вестрального сербового серыкового спасибо будет ли у членов дистанционного совета вопросы к официальному десензенту нет вопросов нет тогда переходим к обсуждению дистанционной работы предлагаю желающим высказаться по поводу дистанционной работы Кто желает выступить? Алина Игоревна, не хотите вы пару слов сказать по поводу работы? Начать. Уважаемые коллеги, я бы хотела отметить актуальность темы, представленной сегодня Болжаном Каблановичем. Более того, была проведена достаточно теоретическая проработка исследований. Свои теоретические исследования наш докторант доказал экспериментальными установками, экспериментальными опытами. Поэтому я считаю, что работа выполнена в полном объеме. Задачи, поставленные перед докторантом, были непосредственно выполнены и цель достигнута. Благодарю. Спасибо большое. Кто-нибудь еще желает высказаться? Михаил Степанович, можете нам сказать пару слов по диссертации, по обсуждению? Хорошо, скажу. Спасибо. Ну, автомобильный транспорт имеет широкое распространение у нас в стране и за рубежом. И, как всегда, более 200 наименований токсичных газов выходят из глушителей этих автомобилей. Ну, одни из них, наиболее такие значимые, это угарный газ, углекислый газ, диоксид азота и сажа. Докторант уделил свое внимание трем позициям. Это угарный газ, углекислый газ и сажа. Ну, конечно, упор у него в основном на саже. Температура сгорания угарных газов достигает порядка 1200-1000 градусов. Поэтому они сжигаются в специальных глушителях типа термоглушителей. А есть каталитические, которые неоднократно упоминал докторант, что они существуют. Но они не очищают от сажи, имеют, ну, как бы сказать, дорогой материал. Это типа паллади там, по-моему, и роди, которые достаточно дорогие в использовании. И быстро забиваются все отверстия. И приходится выбрасывать их, ну, в общем, выбрасывать их. И поэтому изыскание различных способов и методов, которые могли бы или позволили бы обеспечить чистоту выхлопных газов, является темой актуальной, перспективной. И я думаю, что тема, которая направлена на ультразвуковой метод, это один из новых методов, который практически не имеет широкого распространения, ну, в настоящее время. Поэтому проблему эта, актуальность эта, нужно ее не заканчивать, не бросать, а продолжать в этом же направлении. Но, мне кажется, автору нужно уделить внимание, если он говорит много о саже, это уделить внимание не ликовым бензиновым двигателям, а нужно уделить внимание это дизельным двигателям, которые имеют в своих выхлопных газах всегда сажу. Поэтому, так в основном, диссертация выполнена на достаточно высоком уровне, имеет актуальность, ну, и, соответственно, работа очень интересная, имеет новизну и практическую ценность. Считаю, что ее автор заслуживает присвоение звания доктора технических, доктора наук, печь, там, как у нас, да, по специальности транспортной техники и технологии. Спасибо, Михаил Степанович. Пожалуйста, будут ли еще выступающие? А можно мне... Шелкалат Насурович, да, пожалуйста, вам слово. Уважаемые председатели, уважаемые члены диссертационного совета и присутствующие, мы слышали работу Сарсенбекова Борженко-Аблановича, и я близко знаком с работой. Хотел бы отметить его достижений. Он провел эксперименты, не только один эксперимент, а трех вариантах, и все эксперименты совпадают с натурным испытанием. И его результаты, значит, в скопусках, в гналах уже изданы. И по его докладам можно сказать, что он уже владеет научным потенциалом. И считаю, что он достойен присвоения ему ученой степени доктора Пи-Изди. Я его рекомендую и приглашаю вас, что его поддержать. Спасибо. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Есть еще желающие наступить? Разрешите. Владимир Владимирович, приветствую. Я также хотел отметить уровень докторанта, который сам не просто проводил какие-то эксперименты, делал теоретические выводы или моделирование компьютерное, а выполнял сам натурные стенды, проводил испытания, достиг заданных результатов. Причем, опять же, да, что он сделал не один стенд, а несколько стендов различной конструкции. Помимо этого, тематика выбранной и проведенные исследования, они не являются единичными и получают дальнейшее распространение. То есть на различные виды двигателей. Целая школа, можно сказать, выявляется. И также такое же направление мы проводим в области машиностроения. Совместно с Адису Раджи, с руководителем, мы будем развивать школу еще и в другом направлении. То есть в таком же направлении, только в области машиностроения. То есть выборная тематика и разработки докторанта, они позволяют развить очень большую школу и расширить направление в различных областях. Спасибо. Спасибо, Василий Викторович. Ну и в заключении обсуждений я хочу тоже дополнить, добавить. Предоставленная работа выполнена на очень высоком научном уровне. Красота этой работы заключается в том, что здесь был выделен ряд гипотез. На каждую гипотезу был проведен эксперимент. До эксперимента для подтверждения гипотезы были применены аналитические исследования. Составили деферциальные уравнения движения процесса коагулирующих частиц. Получены их решения аналитические. Они были докторантам проанализированы и экспериментально подтверждены. Причем подтверждены на целых трех стендах с параллельными выделениями гипотезами. Работа была проделана докторантом очень большая. Здесь все у нас есть. И аналитика, и эксперимент, и обработка экспериментов. Математические и языкские. Это все показывает о том, что докторант обладает очень высоким уровнем. И я считаю, что эта работа одна из образцовых, в которой присутствует все. Все вместе собрано, все подтверждено. Органично все собрано, последовательно изложено. И поэтому я лично буду ходатайствовать перед комитетом о присуждении степени доктора философии и пищи. У меня все. Благодарю. Если члены дистанционного совета высказались, то предлагаю перейти к процедуре тайного голосования. В соответствии с типовым положением члены дистанционного совета, которые являются научными консультантами, непосредственными руководителями или находятся в близком рассвет с докторантом, а также приглашенные специалисты, в голосовании не участвуют. В тайном голосовании принимает участие официальная рецентгенция, голоса которых равнозначны голосам членов дистанционного совета. В соответствии с этим требованием в голосовании не участвует Кадыров Адиль Суратович и будут принимать участие 7 членов дистанционного совета и 1 официальный рецензент. Прежде чем голосовать, позвольте уточнить два важных момента. Тайное голосование будет проходить с помощью Google-формы с использованием встроенных функций тайного голосования, так как часть члена дистанционного совета принимает участие в заседании дистанционного совета в онлайн-режиме и по видеосвязи. Всем участникам голосования была отправлена ссылка на Google-форму. Результаты тайного голосования формируются в программе Google в виде таблицы. Председатель счетной комиссии засчитывает голосование и предоставляет протокол счетной комиссии дистанционному совету. Уважаемые члены дистанционного совета, нам необходимо избрать счетную комиссию и позвольте мне предложить избрать счетную комиссию в следующем составе. Председатель комиссии Юрченко Василий Викторович, член счетной комиссии Курмашева Бахыкова Нышин. Есть предложения еще у кого-нибудь? Давайте проголосуем. Кто за? Кто против? Против нет. Воздержавшихся? Воздержавшихся нет. Комиссия в предложенном составе избирается единогласно. На время проведения голосования прошу остаться только участников голосования. В Google бюллетене будет ображена форма для голосования, в которой предложены следующие варианты решений. Первое. Ходотайствовать перед комитетом для присуждения степени доктора философии PHD. Второе. Направить диссертацию на доработку. Третье. Направить диссертацию на повторную защиту. Четвертое. Отказать ходотайствию перед комитетом для присуждения степени доктора философии PHD. Участникам голосования необходимо выбрать один из предложенных вариантов. Слово предоставляется председателю счетной комиссии. Всех присутствующих прошу выйти, а также тех, кто находится онлайн и не участвует в голосовании, переводим в зал ожидания зума. Все готово к проведению тайного голосования. Для процедуры остались только 8 человек, которые голосуют. Прошу членов Совета приступить к голосованию. А после голосования председателя счетной комиссии приступить к работе. Прошу голосовать. Прошу голосовать. Продолжение следует... 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 Спасибо. 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 Баужан Кабланович, желаете ли что-нибудь сказать членам дистанционного совета, рецензентам и гостям? Пожалуйста, вам слово. Уважаемые председатели, члены дистанционного совета, рецензенты, зарубежные консультанты, гости. Андрей Сурадович, большое спасибо за участие в моей защите. Хотел бы выразить огромное благодарность своему руководителю, консультанту научному Кадырову Андрею Сурадовичу за проделанную работу. Большое спасибо вам, зарубежным консультантам, Шенуат Монсарубинивичу и Доварбеку Афтьяновичу. Рецензенты, всем вам спасибо, гости. Всего наилучшего. Баужан Кабланович, дима. Проект заключения отправлен всем членам совета и рецензентам. Прошу ознакомиться. Спасибо. Уважаемые члены диссовета, прошу приступить к обсуждению проекта заключения. Проект заключения имеют у всех членов диссовета. Если замечаний нет, то предлагаю утвердить заключение открытым голосованием. Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Против нет, подержавшийся нет. Единогласны. Постановили. Ходотайствовать перед комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования МНОРК. Присудить степень доктора философии PHD по образовательной программе 8D07102 «Транспорт, транспортная техника и технологии» Сарсенбекову Баужану Каблановичу. На этом заседание диссоционного совета считается оконченным. Благодарю всех членов диссовета, научных консультантов и официальных рецензентов. До скорой встречи. Всем спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»